Девушки отдыхают В предисловии к своему сочинению Густав Гездекальвы поясняет цель его написания Объяснить влияние музыки на здоровье человека И не только Автор уверен, что с помощью музыки Даже можно лечить различные болезни Гездекальвы считают странным Что так быстро развиваются новые виды лечения Например, лечение холодной водой, электромагнетизмом, гимнастикой И при всем этом до сих пор никто серьезно не обратил внимания на то Что именно музыка может подарить облегчение больному Автор книги также предлагает подумать о том Чтобы воздействовать посредством музыки на преступников Ведь если даже некоторых животных волнуют звуки музыки Тем более закоренелый преступник сможет услышать И понять музыкальную красоту и гармонию А там, глядишь, человек раскается и вернется на путь истины Что ж, давайте почитаем поподробнее И, может быть, что-нибудь возьмем на заметку Никто не будет спорить, что душа и тело взаимосвязаны И как телесное здоровье может влиять на состояние души, так и наоборот Многие из нас знают, что, например, душевная травма, пережитое горе или потрясение Может действительно вызвать плохое самочувствие или даже болезнь А радостные известия могут подарить исцеление А какое воздействие имеет на душу музыка? Она может заставить нас веселиться или плакать Умножать или уменьшать эмоции С ее помощью наша кровь может бежать быстрее или тише Поэтому звуки музыки, утверждает Декальвы Действуя на душу, могут воздействовать и на здоровье Особенно нервную систему Лет это к 30 лет назад В Советском Союзе Вот эта тема звучала и на уровне прессы, и на уровне научных исследователей Тогда пошла масса таких популярных публикаций В отношении влияния музыки на человека В частности, появились статьи, что Ой, тихая музыка во время лекции способствует усвоению материала студентами И так далее Дальше энтузиасты начали проделывать эксперименты Что оказывается, музыка повышает удовий коров И особенно они предпочитают торжественную, медленную симфоническую музыку Кто-то там еще писал о том, что музыка влияет на скорость На скорость роста различных злаков В какой-то степени это так Но, увы, увы Все эти данные скорее были ненаучны Потому что в науке есть очень четко и нудно, но четко Эксперимент, где, когда Данные, температурные Убирается посторонний фактор и так далее, тому подобное Но, тем не менее, такая тема существует И в целом, в общем, конечно же, музыка так линочо влияет на человека И об этом говорит и здравый смысл, и опыт многих поколений И кое-что в психологии, в эту сторону кое-что проделано Как доказательство своей теории, Гес де Кальве приводит некоторые примеры Вначале он вспоминает библейский случай О том, как Давид укращал бешенство больного царя Саула, играя ему на архе Подобных примеров автор вспоминает множество Так, например, в 1581 году специально к свадьбе герцога Жоского Была написана праздничная ария И всякий раз, когда она звучала, один из гостей рвался в драку Вызывая всех подряд на дуэль Но только ария заканчивалась, как агрессивный дворянин успокаивался А вспомним греческие мифы Кентавр Херон именно музыкой успокаивал дикий нрав Ахиллеса В своих сочинениях Сенека вспоминает о меценате Который, узнав о любви императора Августа к своей супруге Впал в глубокую депрессию И только музыка успокаивала его и спасала от мучительной бессонницы То есть, делает вывод Декальвы При лечении психических расстройств, используя музыку Можно успокаивать больных даже в случаях сильных припадков Но также нужно помнить, что некоторые музыкальные произведения Могут довести даже здорового человека до такой степени Что он становится похож на сумасшедшего Как тут мне вспомнить слова Гиппократа о том Что не всякая музыка годится для всякого человека Я бы не говорил о бешенстве Но, во всяком случае, один из серьезных западных исследователей В своей книге писал о своем дедушке Который был старый, глуховатый Сидел все время в кресле на втором этаже Но слово «виски» в смысле выпивка Произнесенное шепотом на первом этаже Он слышал моментально То есть, речь идет о определенной направленности личности человека И поэтому, скажем, ну, возьмем конкретнее Скажем, одни песни Одним людям нравится Других они приводят, ну, почти что в бешенство Гезды Кальвы приводят примеры того Как врачи древности с помощью музыки Лечили ломоту в суставах, истерику, лихорадку Некоторые арабские целители полагали Что красивую музыку хорошо бы использовать Как средство природов вспоможения Это будет полезной будущей маме и новорожденным Чтобы воздействовать в положительном смысле на детей музыкой Нужно, конечно, музыку отбирать очень-очень бережно Она не должна быть очень громкая Она должна быть... Какой она должна быть, я точно не скажу Потому что и в этой области нужно проводить четкие длительные эксперименты В принципе, музыка влияет на детей И в том числе и не на родившихся, не родившихся детей Ну, вот так, не буквально, но опосредованно, безусловно Следующие примеры, которые приводят Гезды Кальвы Могут вызвать улыбку Хотя, впрочем, давайте все-таки их прочтем А потом спросим мнение специалиста Итак Один музыкант занимал горячкой На седьмой день болезнь обострилась так Что у мужчины началась бессонница Развился испуг Больной непрестанно кричал и плакал А потом вдруг попросил устроить маленький концерт у себя в комнате И при первых же звуках музыки он успокоился У него прекратились судороги Это музыкальное лечение повторялось 10 дней После чего больной выздоровел В журнале Парижской Королевской Академии Описан случай лечения 11-летней девочки Страдающей нервными припадками Никакие лекарства не помогали Тогда врач, зная любовь больной девушки к музыке Прописал ей нетрадиционное лечение В течение нескольких суток Девушка слушала звуки скрипки После чего исцелилась Биограф французского композитора Фелисьена Давида Описал случай Когда Давид исцелил свою игру больного лихорадкой Так почему не допустить возможности Чтобы труба с клапанами уничтожала в 3 дня любую грудную болезнь Час игры на контрабасе прогонял бы нервное расстройство А тромбон не более как за 20 минут остановил самое опасное развитие холеры Все авторы признают влияние музыки на психику человека И поэтому есть общие рекомендации Которые нормально воспринимаются с точки зрения здравого смысла Что спокойная музыка, размеренная, она успокаивает человека Более быстрые ритмы она возбуждает Возьмем марши Военные марши Основная часть их изобретена в начале 20 века Там на сопках Манчжурии Прощание славянки и так далее Это музыка, под которую хорошо маршировать Возникает адреналин в крови Вот И там же не пойдешь в атаку под лунную сонату В сторону этого самого бешенства Возьмем тяжелый рок Безусловно, сильное воздействие Длительное воздействие этой музыки Приводит к определенным изменениям психики Известны случаи, которые называем массовой истерией Вот это именно тот самый рок-н-ролл И первые выступления группы Битзл Когда народ спадал с такой неистов Это совершенно крайнее проявление И это влияние не только музыки Потому что как раз музыка Битзл Она почему производила сильное впечатление Они взяли там какие-то народные корни И так далее, и так далее Помимо текста Это еще и отношение к самим исполнителям Большинство людей Если брать каналы информации Ориентированы зрительно Другие люди ориентированы Киноэстетически То есть на уровне ощущений и так далее Меньшее количество людей У них ведущей репрезентативной системой То есть ведущим способом обработки информации и передачи Является аудиальная система То есть слуховая Но, но все люди Абсолютно все люди Нравится музыка, нравится или не нравится Они подсознательно испытывают влияние звуков Книга Густава Гэса де Кальве Лечение болезней посредством музыки Увидела свет в 1862 году Заканчивалась она такими словами Может быть, наши внуки будут оканчивать жизнь свою Уже в такое время Когда знаменитых композиторов, музыкантов и певцов Станут считать не только великими артистами Но и великими врачами Исцеляющими музыкой и пением различные болезни И будут дорожить великими музыкальными произведениями Бессмертных композиторов Не только как высоким наслаждением Но и как спасительным лекарством От некоторых болезней Как всякий способ лечения Лечение музыкой тогда будет приведено в систему И употребляться по предписанию Со времени написания книги прошло почти полтора столетия Но все-таки мы еще недооцениваем влияние музыки на наше здоровье Хотя, чтобы поднять себе настроение Или избавиться от депрессии Кто из нас не включает диск с любимой музыкой И сами того не осознавая Таким образом мы лечим себя Кстати, а как вам понравились Описанные случаи снижения температуры При помощи музыкальных произведений Хотя все-таки есть некоторые сомнения Но давайте на всякий случай Возьмем этот способ себе на заметку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok